шалам броха сегодняшний шиур будет о том как наши реценот как наша воля наши желания наши цели они влияют на нашу жизнь и мы постараемся очень глубоко и это будет по моему очень интересно посмотреть как это функционирует и как-то влияет на нашу жизнь прошлый раз мы постарались познакомиться с двумя противоположными концептами это с одной стороны дхихат дхихат аша когда человек толкает человек старается добиться что-то что он считает что это ему нужно и что что он считает что ашем наверняка ему это даст и как мы говорили про эту пару который 30 лет у них 30 лет они были уверены что ашем должен дать им детей и в конечном итоге когда отец рассказывал что он понял что следует поблагодарить творца за то что он им дает за все увидеть все это хорошее и когда он глубоко в себе посмотрел на видел что то боль и это огонь это это расстройство постоянное что они не добиваются своей цели это сделать то что у них была раз раскол не было трещина со своим отношением с творца с и когда они это закрыли тогда баруха шэм у них родились дети мы видели что армия ходишь рассказывал что к нему подошел один бахур один ученик который уже очень много лет пытался найти шедухт пытался найти невесту и он сказал что армия ходишь рашишива я хочу чтобы сейчас у меня был шедухт чтобы вы обещали мне что благословили меня что сейчас у меня в следующий раз следующий возможности у меня был шедухт на что пример ходишь ответил это можно сравнить женщины которые беременны на втором месяце и она говорит что я хочу благословения хочу чтобы не обещали чтобы родилась завтра она завтра родит тогда не будет ребенка то что мы здесь если человек понимает что в каждом вещи каждый в каждом вещи есть свой час и свое время и это не дохекат саша не толкать это не пытаться добиться того что ты хочешь мы сегодня об этом гораздо больше постараемся понять что это значит на практике не сядь хэн мы говорили о том что у человека есть когда он это не делает тогда он не он мы учим от эстера малка от царицы стер именно то отношение что у нее было потрясающий хэн потрясающая привлекательность шарм в не только так как у нее это было в шамай в небесах поэтому у нее была вот эта аура рожение что все считали ее что она из их страны все все были она была выигрывала каждого человека который видел ее мы видим что это качество она приходит от того когда человек как эстера малка как царица стер она не жалуется она понимает то что ашем дает ей все эти испытания она идет дальше и мы видели про этого человека который добился потрясающего успеха совершенно непропорционально своим возможностям потому что он научился вот этому концепту он сказал что если у меня испытание если мне тяжело неужели это должно забирать мой симхат ахаим мой радость в жизни это должно мою мое счастье если у человека испытание это значит что это должно полностью у него забирать все хорошее что у него есть это дает хэн это дает особая привлекательность небесах и тогда человек добивается в этой жизни большего рассказывается известная история про одного студента бахуру еще во который учился в франкфурте в вешеве и в те времена не было племя не было вместо общежития для для ребят чтобы они там жили это только рме шапира в первый такой классической ишиви хохма люблин он это представил чтобы было все в одном месте решили талевера шмыл вознер он рассказывал что он он учился там у руме шапира люблине он за два года он не ходил не не был негде он был только вещей потому что вещей было микро вещи было каждый месяц было парикмахер еще и было было где погулять все было для этого руме шапира раньше такого не было в этот бахур этот молодой студент он жил в одной семье в богатой семье в хорошей семье и эта семья долгое время была очень гостеприимно но так как он был очень интенсивный человек молодой человек он учился часто всю ночь он приходил иногда прям только на прилечь перед шахарит и он практически не участвовал в трапезах и так далее у него была очень особая свой подход к жизни свой распорядок то семья начала жаловаться на нем они и и жена и дети они говорят что он приходит поздно он она уходит у нас будет он такой он не не с ним не общается и постоянно постоянно него такая капли на своего отца чтобы он от него избавился он не обращал на это внимание но как-то когда он не был какой-то тяжелый день и опять начали все эти жалобы то это да повлияло на то что когда вернулся этот молодой человек то он потерял себя и он начал него кричать и говорит что как же так это так не неблагодарно как он все ведет и он так мешает и тогда и так далее но потом он сдержался в конце концов и на этом кончилось на следующий день в ешиву франкфуртскую ешиву приехала делегация из большого города где искали ассистента раввина на пост ассистента раввина много обещающим будущем расшива выбрал этого молодого человека сказал что он лучше всего подходит для этого этой должности когда они забирали его в большой карете с большим почетом то этот молодой человек он сказал поблагодарил эту семью и сказал отцу наедине он сказал что смотрите было уже известно небесах уже было пришло что сегодня это этот день это был последний день где я стою здесь и после этого я уже уезжаю на следующее ну другую другое место если бы у вас было терпение на еще на один день потерпеть это и не жаловаться том что но на меня то я бы смогу вас благословить с богатством историй но так как вы не сдержались то богатство сбудет но торы я не могу вам обещать эта семья известно как по имени ротшильд а этот молодой человек это хохам цви это по свежке назии это отец ребяков из эмдена он был раввином в гамбурге вальтона один из самых известных раввинов своего времени мы видим что есть какое-то время есть всему есть свой час и надо надо терпение надо ждать нам не не идти против этого в сегодняшняя тема мы видим что у некоторых людей все идет хорошо и у некоторых людей все идет нехорошо а но у всех обычно есть периоды когда что-то идет как тебе хочется это идет по плану все идет как по маслу но часто бывает что к сожалению так или к сожалению мы видим что в этой жизни есть вещи которые не идут так как нам бы этого хотелось мы видим что очень будет интересно это будет такая анатомия посмотреть сделать такое вскрытие этому нашему нашим желанием нашим целям нашим мечтам и посмотреть как они работают как не влиять на нашу жизнь обычно у детей на у детей у них нету каких-то депрессий у них они они радуются они всегда хорошем настроении обычно если никто на них как-то не давит и никак ты их разрушает так далее то обычно у них хорошее хорошее настроение духа почему почему взрослых чем больше мы мы вырастаем тем больше у нас как-то наше настроение но более под влиянием и она не так нет такого оптимизма как она когда мы в молодом возрасте очень простое объяснение в том что когда у ребенка что ему хочется ему хочется сладко ему хочется погулять по идти в парк и так далее у него есть какие-то свои цели которые они во первых они достаточно просто можно их достичь и он постоянно ищет какие-то цели которые это игрушки это то который он может с ними работать он может он 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 добивается это чем старше мы тем больше мы начинаем ставить себе цели у нас есть желание которые гораздо сложнее добиваться и когда мы не добиваемся то это приходит к расстройству приходит к огорчению и поэтому чем старше человек находится тем больше он 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 знает и ожидает от жизни от своего будущего тем чаще всего мы живем в мире полно такой обилие никогда еще такого не было но если сравнить с поколениями раньше мы не что депрессии и и разных проблем в семьях и и гораздо гораздо больше чем раньше хотя есть финансово и тоже социально гораздо больше мы видим несколько стабильности в этом мире но насчет внутреннее состояние у большинство огромного количества людей на никогда еще не было такого продукция разных анти депрессивных медикаментов это миллиарды миллиарды каждый год и литература и все потому что есть огромное количество людей которые с этим борются с этим страдают поэтому это поэтому есть так как есть такой большой спрос мы видим что это что-то с нашим поколением с нашим обществом что-то не так потому что и мы сейчас постараемся понять почему в есть простые примеры как рабе я рассказывал что он был около синагоги своей и он видел как человек очень жалуется о своей парноса о своем что ему очень тяжело каждый месяц оплатить все счета квартиру и так далее и он просто видно было что ему очень очень настолько он как бы он в этом завис что ему настолько это было тяжело что когда в тот момент подбежал его сын и сказал мы что папа папа баба у меня получил 100 на на моем экзамене в вешиве то он не отреагировал на него он просто как бы вообще не улыбнулся не по не похвалила ничего и тут рабояр не мог это как-то так пропустить он спросила как же так почему вы ну так совершенно отреагировали на своего сына он сказал мы две вещи во-первых а когда он не получил 100 он каждый раз получает 100 и более того я был недавно в его школе и мне сказал его учитель что он один на на самый лучший мальчик во всей школе поэтому а что что почему нет зачем но это нормально это ждать и нельзя никого винить нельзя никого судить никто не знает как ну люди которые находятся в финансовом стрессе и так далее то это что то что никогда никого нельзя судить но просто мы видим что человек когда у него есть какая-то стрессовая ситуация он для него все остальное кончается все остальное для него не существует вам мы постараемся сейчас понять что если рацион что такое рацион рацион это желание рацион это что-то что мы говорим что это буквы ценор ценор это сосуд это канал по которому спускается все обилие в этот мир также рацион от слова рад рад это бежать это то что нас нами движет и что то что человека приближает вперед в некоторых людей есть очень много желаний очень много они ожидают многого жизни у них ставят все большие цели есть другие люди которые менее они довольны тем что у них есть и у них нету больших таких аспираций надо понять что в духовном мире мы должны обязательно чтобы у нас были высокие цели желания добиться большего и большего опять же там тоже человек должен сказать себе что я буду гораздо более духовным я буду гораздо я знаю буду знать тору я буду знать пройду разные книги я буду на другом я не буду говорить лошанара злословие я буду слышен но надо понять надо сказать я буду через год буду через полгода буду через десять лет если скажу я буду сегодня тоже в духовном мире это не работает это только человека ставит в под подавление и это ведет опять же к недовольству и это не продуктивно поэтому мы понимаем что если человек ставит себе условие что я буду добиваться в моей карьере очень высокой позиции я буду миллионером на этом человек интересует деньги я буду большим раввином и так далее так далее эти вещи наши цели и рамхан объясняет что если у человека нету желаний у меня нету никаких просто я я просто считаю что у меня мне всех все вот как есть если человек теряет какие-либо желания тогда он теряет свою личность своя бахира свою право свобода выбора и это аннулирует полностью кто он есть поэтому безусловно мы посмотрим видим что наши желания это то что дефинирует то что определяет кто я такой теперь я моё эго на она меня цель она сотворяет но продуцирует мои желания на методу что моё эго в нем как-то как сказать формирует он отлично формируется мое желание спасибо формируется то что я хочу то чего я хочу добиться когда это желание формируется надо проверить его насколько это действительно то что мне действительно нужно то что этот рацион который у меня есть это желание это тоже рацион ашем это также желание творца это тоже он согласится с тем что я хочу или это именно мой рацион это мое желание но ашем с этим не согласен как это выглядит мы в нашем в нашей среде мы очень-очень муж по мы очень-очень нас влияет большое влияние какая где мы находимся наши друзья наши среда наши наши соседи где где все что вокруг нас это потрясающе поэтому тоже то что мы говоря нашем обществе это реклама это все 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 общество все все медиа потрясающее огромное влияние и она влияет на мои рационот на мои желания на мои цели потому что когда я живу в этом мире то я не живу в моем вакууме поэтому мы должны понимать насколько мои желания действительно это мои желания или это желание то общество которым я живу это номер раз в наши наше общество одно начинается все с родителей родители у них огромнейшее влияние на ребенка они формируют формируют его само начало у них есть возможность построить его личность построить его самоуверенность и то что недавно только что говорил с большим раввином который помогает многим всеми он говорит что если родители там было или разводы или другие разные конфликтные ситуации и там не было шаламбаят не было гармонии дома это не просто тяжело ребенку это это всю жизнь потом к сожалению дети страдают от этого поэтому это потрясающе важно это понять если сам кто-то вырос в такой ситуации стараться это как-то починить по ну излечить и потому что это это то что не было заложено самого начала у родителей есть возможность построить человека и дать ему его чтобы он использовал свой потенциал будущем или разрушить его и потом будет очень-очень тяжело как-то его уже спасти чтобы он преуспел в этой жизни есть вышел хонора приводится что когда ребенок становится счет совершеннолетним то отец говорит бору шипатрани миони шелзе баруха ну благословенный творец который освобождает меня от наказаний этого ребенка ремонта приводит мы не говорим баруха таа шем благословение как обычно это потому что в талмуде не приводится такое благословение есть два объяснения или отец говорит что так как этот ребенок был несовершеннолетним то есть такой концепт что когда родители ну делают что-то не грешат делать что-то плохо то часто их маленькие дети могут от этого пострадать но поэтому отец рад что больше его дети не будут этого страдать это одно объяснение но обычно большинство не идут с этим объяснением с этим объяснением другие комментируют что на самом деле это классическое объяснение что отец говорит что я освобождаюсь от того от все всех те вещи которые ребенок делает не так то если он несовершеннолетний то кто от кого это зависит кто ответственен за это его родители поэтому он говорит что я сейчас я освобождаюсь от этой ответственности теперь этот ребенок он станет несовершеннолетним он ответственен за все свои поступки только он до этого это была моя ответственность теперь это уже переходит на ребенка говорит обшим азану ойрбах такое страшное объяснение не что не мы не говорим это баруха ташем не крем это действительно полное благословение потому что многие родители не смогут это сказать потому что они не будут освобождены они настолько разрушили ребенка настолько его повредили что даже после того как ему 13 15 20 лет они никогда не будут освобождены от той ответственности которая у них есть который у них лежит что они не помогли формировать ребенка родители их их как бы главное чуть ли не ответственности не испортится на как бы нужно ребенка чтобы он просто ему дать возможность расти не испортить так как некоторые родители этого не сделали никогда не смогут anniversary потому что они всегда будут ответственны за то что они сделали теперь возвращаемся к нам у человека эти желания это его это моё я она формирует это желание эти желания они сейчас встает передо мной я живу я стараюсь достичь тех желаний тех планов тех целей которые если поставил теперь человек вдруг он приходит ситуацию что это не идет то что он себе поставил те планы те желания это не к сожалению не все он видит что он пришел к стене он поставил он хочет добиться какой-то вещи в карьере он хочет для своих детей что-то и так далее есть вещи он видит что он не может продвигаться дальше что теперь делать значит если у человека в в этот момент у него есть несколько давайте еще немножко объясним что такое эго на бали мусар наши комментарии великие раввины этики они объясняют что в каждом поколении я царара вот это вот наша сила которая заложена в нас культяне тянет нас для плохого она постоянно и и главная цель чтобы мы занимались идолопоклонством это то что то что она хочет теперь разные идолопоклонство есть на раньше это были более такие для нас это примитивно на самом деле это было совсем не примитивно в те времена но у нас уже сангедрин забрал эту эту влечение к такой простой простым идолом были разные коммунизм и социализм и капитализм были разные из мы которые заменили это в наше время это главное я царай то эго это мой мой это я это мой эгоизм на это это как все все связано с ай ай это все связано с моим эго как мы это видим что раньше было гораздо меньше проблем когда человека его обижали человека как-то могли оскорбить ребенка например детей в школах и так далее если в наше время мы произошло что то что делали раньше в школах как наказывали как и там учителя за наше время это был бы полный скандал это были бы это было бы чуть ли там не дошло бы до суда другими словами человек очень очень чувствителен наше время с его эго с его с моим я когда что кто-то не затрагивает кто-то даже может не сказать на улице что-то и тогда это ужасно действует на человека это он он как бы может подписи кто-то ему что-то сделал не так это может ему потом неделями месяцами если не больше он может страдать от этого почему то что наше идолопоклонство это эго это я работал бы рассказывал что на нем рассказывают что один молодой парень из его еще и подошел к нему сказал что мажгех я хочу работать над своими качествами я хочу очень для меня это очень важно и как-то усовершенствовать себя мажгех ему сказал что хорошо приходи и мы с тобой будем над этим работать он пришел этот молодой человек и яровол бы его сделал ему вскрытие он разрезал на кусочках то что все твое то я действительно ты стремишься не к тому чтобы быть лучше ты просто хочешь чувствуете что-то лучше это все снаружи это все не внутри и он нам еще разрезан на кусочки он разобрал полностью и когда этот они закончили этот мальчик был просто он не знал как 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 себя поднять и все как бы хотя это было в понедельник и в следующей неделе он он просто не мог посмотреть мажгеху в глаза он скрывался от него и так прошло долгое время пока они просто шли по коридору и они столкнулись друг другом и на волос спросил его что случилось мы же договорились каждый понедельник у него с тобой встречаться этот мальчик то что мажгех же полностью меня как бы разобрал на кусочках он сказал что это все не 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 правда это все фальшиво и так далее я вам сказал что да это был наш первый урок это была наша первая встреча и сейчас мы будем над этим работать но как к сожалению люди иногда они вот это после этого первого они когда не идут дальше мы скоро к этому подойдем значит в очень постоянно мы думаем о себе на как другой пример мне очень нравится этот пример везер вульфсен когда мы преподавали франкфурте он был у нас известный раф он ездит по разным местам тоже в тарасхай в москве и везер вульфсен он рассказал мне такую вещь что у него был племянник который учился в орса мех в дешеве для ребят которые мало знают о идаизме и приезжают чтобы этому знать и он пришел к нему на шаббат и он сказал что дабы мы что-то учили но это уже было настолько как бы абсурдно что я не знаю что с этим вообще сказать что учили мы учили раши это было парашат ноах и сказано так что когда ноах уже видит что вода начинает опускаться он берет ворона и он выпускает его на на воздух чтобы посмотреть можно ли уже выходить из ковчега этот ворон он сказано что он никуда летит он просто там летает и так он возвращается обратно раши объясняет что ворон считал что что почему это ноах взял меня наверное он положил свои глаза он как бы хочет как бы ну что-то взять мою жену ворониху как сказать ворониху себе жены потому что почему именно он выбрал меня из всех этих других зверей из всех птиц и этот племянниками что за абсурд что за ерунда какой то что ворон это думает такой вещи что это настолько как бы это раши нам это рассказывает как бы как что нам хотят надриться этим сказать и раб волсон объяснил очень большой фундаментальной вещь что когда человек входит в комнату и его друзья или кто-то знакомый разговаривали вдруг они перестали разговаривать первая мысль они говорили обо мне когда другой человек проходит я когда он смотрит на меня у него плохое выражение лица видно что-то со мной и так далее тогда если мы посмотрим как мы смотрим на на мир мы настолько фокусированы на себе и все что происходит мы считаем что это наверняка из-за меня на рекой я я я и все на меня смотрят и я как это я может быть насчет на одежды может быть с моей прической и так далее так далее мы настолько фокусированы нам я я я что это на самом деле большинство из этих мыслей это абсурд это то что хаза нас учит что этот ворон когда он говорит а почему выбери меня как же так почему почему больше так много так много птиц сотни тысяч птиц почему именно я а мы начинаем наш наш разум наш мозг он может дойти до совершенно полного абсурда и полная мани и так далее и это происходит с нормальными людьми это тот урок который мы видим от ворона теперь значит мы видим что наш разум наш эго это наше эго она создает этот рацион это желание теперь если это желание она поднимается и в этом нашей жизни мы видим что она идет в сторону где она лохолех не идет дальше мы видим что то план тот цель который мы поставили она не продолжается теперь мы находимся на очень важном перекрестке у нас есть большой выбор что теперь как наша реакция будет на то что у нас не идет не мы не можем не идет дальше или человек скажет что я я себе поставил какой-то план и я вижу что это мне действительно нужно добиться того что я хочу если это не получается это конец и человек может себя отдалить очень далеко и уходит такой бункер в такое подполье и там у него депрессии у него расстройство он не хочет ничего не хочет ничего знать он он видит что не добивается того что он себе поставил это если он идет в эту сторону с другой стороны у него есть выбор может сказать что ага нашим правит этом миром и теперь я хотел я поставь какую-то цель эта цель я не могу сейчас я не могу ее добиться значит нужно сделать нужно вернуться вниз к моему эго и проверить а действительно этот рацион эта цель это это желание которое я себе поставил а действительно это это оно хорошее желание это то что о чем тоже хочет от меня и здесь происходит главная наша работа в этом мире она мы используем нашу биха нашу свободу выбора мы опускаемся в нашу отцом и тут мы у нас есть возможность ли так n исправить наш эго нашу личность себя и построить и показать что я человек который хочет делать рацион ашем волю творца поэтому я буду видеть я буду анализировать действительно ли этот рацион который я себе поставил это совпадает с рацион ашем или нет и здесь происходит главная наша работа в этом мире теперь есть люди которых все идет хорошо все идет поплавно на местное знаю многих таких но есть есть наверняка такие люди но это же страшная вещь когда они смогут исправить свой эгос исправиться и ну проверить и работая над собой исправить свою личность у них все что они делают они идут дальше на самом деле есть мы видим люди которые очень у них огромный успех у них огромный с ними тяжело очень часто с ними тяжело потому что они они не привыкли когда их желание не исполняется они не привыкли когда с ними кто-то не соглашается им очень как бы тяжело с этим справиться что они действительно никогда не делали эту работу они никогда не не отпускались вниз и начинали анализировать а действительно то что я хочу это правильно или нет сказать что как маленький пример что быть шамай бетилель аллаха к или как бесил немога это что бесилен они были очень скромными они постоянно повторяли слова быть шамая сначала и потом они только говорили то что они считают у них была особая ахна скромность они у них была возможность опустить голову и поэтому аллаха как они спрашивают бейте сэф это автор шуха на руха почему какая это мы же говорим о про аллаха не говорим про у кого хорошие качества которые лучше качества и балаха и одно из объяснений которые всегда говорит что действительно если у человека есть это качество тогда он постоянно он сможет увидеть истину гораздо быстрее и он ее действительно увидит у других людей которые идут по-своему они смотрят не влево не вправо у них есть своя цель они считают что они правы то они не ищут у них нету этого желания и этого возможности и это как бы гибкости чтобы увидеть истину и изменить свой путь поэтому люди которых кажется все идет хорошо у них тоже есть возможность их возможность сделать хэшбананэфэш сесть и посмотреть то что я поставил все своей жизни цели да я вижу что у меня получается и все это но это опять же это то что ашем хочет или нет обычно мы часто мы думаем что нам нужно делать хэшбананэфэш нужно анализировать и садиться делать чува раскаиваться так далее о наших действиях на какие-то массы им какие-то действия вот это я сделал не так тут я себя веду неправильно но кроме этого очень важно тоже сесть и подумать о моей цели те желания которые поставил себе жизни они правильны то что я хочу достичь и то что как бы все мои энергии уходят на это рад я бегу я бегу я бегу это это то что хм хочет не обязательно ждать то что у человека доходит до тупика ему он не идет дальше когда это происходит человек должен радоваться нет хорошо я могу опуститься к моему эго и проверять это это именно то что ашем от меня хочет но не обязательно этого ждать человек может сам опуститься к своему эго без тупиков и проверить те цели те желания которые оставлю этой жизни они действительно то что ашем хочется от меня или нет вам можно множество примеров человек может поставить хотя он хочет чтобы его дети пошли в какую-то школу в израиль это очень большое испытание или насчет шедухим насчет найти партнера в жизни себе даже ну или 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 мужа и также в в карьере в разных вещах человек должен постараться остановиться остановиться и анализировать и посмотреть действительно ли это совпадает с рациона шем или нет в если человек не делает это он 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 попадает в тупики он она утыкается в какие-то стены но и он это не делает то к сожалению он теряет эту уникальную возможность он теряет эту возможность именно именно опуститься и улучшить свою 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 личность свой рацион от на будущее это жалко потому что ашем почему ашем мог сделать все чтобы шло плавно и все каждый достигал своих целей если это не идет это знак что надо что-то здесь исправить надо что-то надо действительно остановиться по рыться внутри и сравнить действительно это правильно или нет в не значит что после того как ты идешь в свое это проверяешь свой рацион это должно быть что-то измениться хайм вложена у него была идея открыть первую и шиву в истории такую еще который больше похоже на наши еще вот это было вложен и он конечно пришел к своему рыбу к своему учителю венскому гауну и сказал что я хочу открыть и шиву чтобы там ребята приезжали со всей европы и они могут мучиться и таллин и вот это вот в несколько его не не согласился он не на не мотивировал он не подбодровал ничего он очень холодно отреагировал на что рыб хайм вложен понял что это не не судьба проходит какое-то время год или два и рыб хайм вложена опять возвращается и он говорит что я хочу я считаю что нужно важно открыть эту и шиву и тут вильямский гаун говорит да это прекрасная идея он дает свое благословение и он начинает эту этот эпос этот огромнейший свой труд открывать эту и шиву для сотни тысяч самых лучших самых ребят европы и это приводится как пример что иногда мы хотим что-то и может быть это да действительно хорошая вещь но или наши наша мотивация не совсем правильно или это время еще не пришло или есть не значит что те желания которые не идут они навсегда обречены на неуспех в поэтому надо ставить себе высокие цели надо стремиться большим вещам но надо знать как это делать и хэш-бэна-нефиш он помогает людям в любой ситуации когда они да находятся в тупике или когда у них все идет хорошо в эго как наша наша эгоизм да наша вот эта цена она закрывает шеф она закрывает благословение и обилие которые а чем хочет нам дать фараон который как 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 считается как классическим я церара он когда ей все приходят к нему и фарон ему рассказывает о своих снах то есть дает ему это объяснение интерпретацию которая точно показывает и дает ему план на будущее и здесь фараон говорит что они имца ишка моха есть какой-то человек такой великий человек как ты также он говорит что неужели есть хохам и навон такой мудрец такой человек который понимает все как ты здесь в если вы иосиф это взял как как сердцу и действительно считал что смотри это я это я действительно это я тогда это был бы конец иосифу тут было его испытание церары которая была пыталась есть показать что это он это я но если в когда он первым он только приходит к фараону и фараон говорит что да ты же интерпретируешь сны если он говорит что кроме ашема никто ничего не может объяснить все интерпретации все объяснения все что можем понять это только от творца и с этим сознанием он остается и он остается этим сознанием он добивается самого большого успеха он не соглашается он не тем соблазном который фараон пытается его увести и затянуть чтобы чтобы его эго его потянуло вниз иосиф скажет нет кроме творца ничего нельзя добиться с этим он остается и поэтому он иосиф от садик сейчас расскажу потрясающую историю которая произошла вам несколько лет назад и она четко показывает о том о чем мы говорим пожалуйста не используйте это как правило инструкция и не старайтесь это практицировать со своими ближними и так далее некоторые люди это делали и по это очень плачевно кончалось история была такая что одном небольшом городе ситуация была что у них не было раввина и поэтому община и главы общины они искали рава который бы подошел для этого для этой позиции в конечном итоге они находят рав берл назовем его рав берл он со своей семьей они приезжают туда на шаббат и потом он дает какие-то уроки и в конечном итоге они говорят что да это будет подходит и для рава и для общины и он переезжает туда со своей семьей и теперь раб берл считается раввином этого города со временем были какие-то несогласия может быть финансы и может быть другие аллахические другие община и особенно глава общины они отдаляются от этого раберла они недовольны но вместо того чтобы как-то это с ним напрямую поладить дискутировать и прийти какому-то консенсу они делают что-то что это даже тяжело такое рассказывать что не полностью не акцептируется никак они ищут параллельно другого рава и действительно ходят очень такой более известного более важного права они идут к нему слайд ему делегацию и говорят что нашем городе нету раввина они это было большая бы честь чтобы этот рав приехал бы к ним в то время у них есть какой-то ну рав который временно заполняет эту должность на самом деле они ищут кого-то кто действительно останется у них на долгое время этот рав наивно он как бы не знал ну то что они о нем скрывают а он приезжает туда и они дают ему все почести что он новый рав приходит встреча нового рава и роберла новый рав благодарит роберл за все что он делал до этого он сказал что он слышал что он где все делал все хорошо и роберл в полном шоке он может поверить что такое происходит он видит что теперь который сидит в синагоге на его месте и все его как бы все его уроки все 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 вопросы идут к нему вдруг с одного момента на другой роберл уже не прав хотя он же рав он же он же он же он же равен этого города и вдруг все переходит к этому наум раввину он впадает ужасные депрессии он уже как бы тяжело даже куда-то выйти он еле ходит на меня он остается дома у него очень тяжелые как царат такая как проказа его руки ноги кожа чувствует себя все он действительно ну это это что-то что такое исполнение которое не может перенести и так он мамыш изолируется от этого общества тот рафт община как-то функционирует а он остается у себя у него есть друг который говорит что ты знаешь может быть как-то надо пойти к какому-то раввину каждого равно тоже должен быть рав и ты сможешь им как-то можете посоветовать какие-то как выйти из этой ситуации тогда и так далее но я что тут сделать но он его уговорил и так они отправляются к такому известному раввину шалайме репоши фронт которого был очень большим рам хохмат анефеш у него были огромный опыт в этом и он помог сотнями его письма тоже репоши фронт он принимает его и этот роберл ожидает что он его как-то сможет его как-то подбить может быть скажет ему как ему справиться может быть как-то может быть подать в суд на бейстин или как-то эту общину или просто всех их там что как с этой ситуацией поступить и здесь происходит огромнейший сюрприз для роберла и боже фронт он начинает операцию без наркоза он начинает ему говорит а кто сказал что ты рав ты как бы думаешь считаешь что ты рад и что ты равен что ты равен община а кто 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 тебя этому сказать ты это сам себе в этом убедил он объясняет что кто и почет и честь и какие все твое все твое рационации твое ожидание что ты как бы из-за которых ты сейчас страдаешь кто тебе сказал что они у тебя это корректно в какой-то что-то правильно что-то что-то что ты должен получить и так он ему действительно можно сказать разрезать на кусочки и обрел сидит там в полном шоке он и ваш фронт дает ему целую такую лекцию насколько вообще он 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 не рав он никто ну кого он просто человек и поэтому когда зачем ему страдать это то он выходит оттуда совершенно неожиданно не ожидав что и ну что что так его что то что 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 не произошло еле-еле доходит домой он сидит полностью что он чувствует себя что его действительно вот так вот разбрали на кусочки и вдруг у него появляется такая метикут такая какая-то сладость какая-то радость внутри какая-то у него что-то неизвестно откуда он чувствует какое такое блаженство какое-то что-то хорошее что-то приятное метикут ему сладко хорошо и он начинает думать на откуда это потому что может быть действительно рафрант прав может быть действительно а кто сказал что нрав обычный человек он простой человек он живет в этом городе тут есть уже есть трав хорошо нужно ходить в синагогу нужно молиться нужно тогда он начинает возвращаться к жизни начинает ходить в синагогу он сидит сзади как я же простой человек сидит сзади когда у него есть вопросы надо чтобы у меня был раф он идет к этому новому рафу задает ему вопросы какие-то логические тоже жизни он ходит начинает ходить на уроки его этот новый раф дает уроки баррел приходит на уроки и так он не нужно чем-то заниматься еще чем заниматься и так потихоньку он возвращается к жизни вся эта вся эта болезнь кожа все проходит и он мамыш баруха шем вся его семья не может поверить действительно он полностью интегрируется входит в это общество эту общину как нормальный человек потому что он решил но я же я же обычный я просто человек проходит время и этот новый раввин который приехал этот город также как он вдруг приехал друг ему ему приглашают другое место это еще больше община там больше возможности для него поэтому он внезапно уезжает другое место окей теперь опять такая же ситуация у старшина общины который прошлый раз поступили себе очень очень плохо очень подло они собираются и думают надо надо искать нового раввина и вдруг они говорят а посмотрите на роберова посмотрите на берема как бы можно ли найти человека как с лучшими качествами посмотрите что он прошел это тоже наша вина но посмотрите он все это преодолел он начал даже давайте особое уважение к этому новому раввину то что у него забрали он же так много знает на самом деле и он сам давал уроки и так далее и так далее и он 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 так изменился и так может быть как раз он бы зачем нам привозить к другому он уже здесь давайте сделаем его опять правил нашего города и все они создаются сделали все эти документы предложения и приходят опять же это почетная делегация к нему стучится у него в доме он открывает дверь пугается от такого это самое что это что случилось и они начинают объяснять что они прощения и все я не говорю что все было решено на совете что он лучше всего подходит к этому на пост этого раввина на что баррел говорит только не это все только 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 я простой человек все все это уже через все прошел только это мне не нужно еще они смотрят друг на друга эти эти старшины общины и говорят ну ну теперь мы мы даже не думали что он еще даже настолько выше чем он есть у нас наше мнение мы еще и мы и вы не недооценивали посмотрите на его медотна на его качество это же так они спорят с ним единственный компромисс которым они могли прийти в конце концов для общины он будет рав а для реберла он не будет рав реберл будет сидеть сзади себе так далее для него нет он будет они могут к нему обращаться как но для него он не рав и так он там десятки и сколько-то там не за лет он наверное все еще там мы видим это именно вот этот вот мигалых этот путь по которому мы говорим что человека реценот его наши желания наше наше ведение ситуации к наши планы они чаще часто именно гонятся с нами и и приносит так много агмус нефиш так много расстройства так много и при ну огорчение потому что мы сами в этом виноваты мы сами себя поставили в такую ситуацию никто не просил нас ставить себе эти цели и желания тогда далее теперь что мы этого не добились они приводят нас такой ситуации но когда это случается нам нужно опуститься вниз посмотреть на наше эго и проверить действительно ли эти реценот они действительно то что а есть рацион ашем вам и давайте сейчас поймем постараем постараемся понять это этот этот метикут эту сладость это наслаждение которую рыберал испытывал который ему помогло вернуться к себе к самому себе у человека на есть особенной желание и есть две возможности когда он сталкивается он видит что это не так он видит что ашема план не соответствует моему плану значит я могу ли ватер ри цони я могу уступить игру мое желание такое я выступаю ашем у тебя другие планы у тебя я иду с твоим планом я уступаю я как выступаю ближнему стой также лавдит творец у тебя твой план я буду что я вступаю моим желанием это один путь более высокий путь более глубокий возможность это когда я не то что и уступаю я не ватер ри цони я полностью аннулирую этот рацион я его не существует я говорю что ашем я хочу чтобы твой рацион был моим рацион твое желание как так я вот сказано что сделать чтобы свое желание было желанием творца и это когда она когда ты аннулируешь это ты вдруг ты чувствуешь что ты то что тебя до этого разделяла и отдаляла от творца это мехица это перегородка она теперь мы расплавляем ее убираем и теперь когда я прикасаюсь я приближаюсь больше к желанием к воле творца это дает потрясающую ойник чувство радости человеку это вот это митикут вот эта вот сладость которую он ребят испытывал он понял что он когда он убрал все эти оболочек он убрал все эти вещи которые его его гайва его гордость его гордыня и так далее он он убирая это он почувствовал что он приблизился к рацион нашему придутся к творцу на этот векут вот это вот близость это именно то что человек испытывает и в этом мире нету слов как это описать даже когда он достигает этого уровня что он аннулирует он не просто уступает у меня не все еще есть не уступай ажем ты сильнее ты как пара он тоже уступал но он не хотел уступать теперь даже если я хочу уступать но это еще там это еще есть есть уровень выше который аннулирует то что мне есть и тогда мой рацион становится тем что рацион ажема тогда это человека приводит к потрясающему слабому чувству хибур он он при он приближается к творцу и мы видим что мой шевер он на они сказали что то их уровень в каком смысле был больше чем авраам сказал что я прах я я я пух и прах я как земля я ничего мой шевер говорит а нахнума нахнума мы что даже мне то что есть что то что мы мы земля прах нет а что мы это говорится мой шевер он был самым большим пророком который мог потому что у него не было ничего ничего не разделяла от творца этот уровень как сказано тоже что им не вошел и ламиток симха нету пророчества без радости имеется ввиду что если у мощь рабы не было самый высокий уровень самый большой уровень пророчества это значит чтобы симха его радость его счастье также было самым высоким то что у него не было никаких ничего что разделяет его между творцом и и самим его родцом и ойнек ойнек это наслаждение это те же буквы как нега нега это это царат это это болезнь которая приходит человеку когда у него именно что-то внутри не так а нега и ойнек если человек меняет нега и он знает что с этим делать он приходит к ойнек он приходит к настоящему он не к настоящее наслаждение в поэтому то что мы сегодня постарались понять это когда у человека не идет когда у человека не 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 продвигается то что он себе поставил надо это хэсэд шалкоджборуху это доброта творца который дает человеку возможность спуститься вниз спуститься внутрь к себе и посмотреть действительно ли в док проверить насколько мои реценат они корректны они правильные это то сопротивление с творцом и когда человек это делает он возвращается потом обратно и он может иногда делать именно то что он хотел дальше но у него это уже совершенно с другим другая перспектива он добавляет к себе он 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 тем что мы корректируем наши наши реценат мы даем возможность человеку быть радостным и счастливым потому что если мы ставим себе неправильные цели неправильные желания это приводит к к большим столкновениям с большим огорчением поэтому это настолько важно каждому из нас проверить что наши реценат они совпадают с рот со нашим успеха спасибо